С чего все началось и какая роль человека в этом мире? Кто такой Бог и о чем его слово? Эти и многие другие, далеко не детские вопросы, обсуждали на очередном и уже традиционном собрании подросткового клуба ЦАБАР. Это собрание клуба было посвящено празднованию еврейского нового года Рош-Хашана. Мы празднуем еврейский Новый год вместе с подростками с целью, чтобы отпраздновать этот праздник, классно провести время с подростками и познакомить их с нашей общиной. Мы обязательно приглашаем только новых, подростков, которые еще совершенно ничего не знают, не о нашей общине или они на пути к Богу. Библейские истины здесь подросткам объясняют на доступном для них языке. Многое организаторы доносят до юных сердец через игры и конкурсы. Тебе надо с полностью серьезностью отвечать, как маркировать. Коли у мести Киева будут дороги? Никак. А чтобы подросткам было веселее принимать во всем этом участие, здесь для них подготовили не только духовную пищу, но и приятные праздничные угощения. Мы угощаем наших гостей куриными ножками, кучей овощей, разными бутербродами. И традиционный для этого праздника угощением это хала с медом и яблоками. На каждом клубе у нас новое меню, которое мы разрабатываем для каждого цабара. Ну и как же без еврейских хороводов? Танцы и песни на цабаре – хорошая традиция. И это далеко не все, что приготовила община для подрастающего поколения. Ведь самое главное – это живое общение. Ребята могли не просто услышать о писании или о еврейской истории и традициях, но и свободно высказать свою точку зрения. Наша основная цель – открыть духовный мир, даже уже с малого возраста, открыть духовный мир. Понимание, что физический мир, он зависим от духовного. Но эти истины попробовать посеять в Танах, Писании, Библии, чтобы уже в этом возрасте у них что-то откладывалось, что есть Бог, есть духовные принципы, и эта жизнь, она имеет начало и конец. Каждый, кто пришел, получил массу позитивных эмоций и заряд хорошего настроения. Я была на фестивале, еврейском фестивале, и там была на платформе Цабара, и так узнала. Еврейский базар, танцы тоже понравились. Ты придешь сюда еще раз? Конечно. Я не знала о этой дудке или что-то. Шафар. Да, о шафаре. Много всяких еврейских традиций, всяких интересностей. И если человек в первый раз приходит, он что-то новое для себя может узнать про, ну, вообще про еврейский народ, и про Библию, и про Слово Божие. Я сегодня пришла одна, но готова приглашать еще кучу своих друзей. А некоторые подростки пришли сюда не просто хорошо провести время, а послужить и показать своим сверстникам реальный и хороший пример. Я сегодня служила здесь, в танцевальном служении. Мне просто нравится служить людям, показывать им движение, просто радоваться. Человек такое создание, да, существо, которое хочет веселья, но веселье уходит и должно что-то остаться такое, настоящее, да, внутри. Поэтому через игры, через веселье, как бы такую даем, ну, как говорим, духовную пищу, то, что уже внутри останется и которое никуда не денется. Киевская юрейская мессианская община проводит собар регулярно, раз в месяц. Ведь для многих подростков сейчас только начало духовного пути. И это так важно, с юного возраста уметь оценивать себя, свои поступки и свою жизнь с точки зрения вечных Божьих ценностей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok